Красноярский народный театр оказался на грани закрытия. После проверки пожарных выяснилось, что помещение, в котором труппа репетировала 30 лет, не соответствует требованиям пожарной безопасности. Взамен театру предложили другое место для репетиции, но оно не подходит актерам. В чем сложность работы творческого коллектива в новых условиях? И есть ли какой-то выход из ситуации, расскажет Евгений Назарчук. Ну вот, 30 лет я ходил в эту дверь. Вот, а сейчас поменяли замки и вывозите вещи, что называется. Огорчению просто нет предела. Руководитель народного театра Григорий Альянчук пришел на работу, но двери оказались опечатаны и закрыты. Позже выяснилось, надзорные органы сменили замки из-за того, что помещение не соответствует нормам пожарной безопасности. Театр славится большим репертуаром, профессионализмом актеров и своей особой внутренней атмосферой. За 30 лет творческий коллектив не раз был отмечен высокими наградами, благодарностями и дипломами. Если бы мы не соответствовали пожарным нормам, 30 лет бы мы не работали. Нас бы давно уже закрыли. Понятно, что денег у государства нет на вкладывать как-то в наше развитие, в ремонты. То есть не было возможности и мы, мы и не просили. Мы все максимально делали сами, все эти годы. Сейчас мне это ставят в вину. В этом году театр должен был отмечать свой круглый юбилей. Изначально это был любительский клуб актеров, организованный в 93-м году при заводе телевизоров в Красноярске. За все время существования творческого коллектива все ремонтные работы сотрудники делали сами и из своего кармана. Но сейчас районная администрация поставила театр перед фактом. Мол, исправлением недостатков должны заниматься лицензированные сотрудники, но денег на их работу пока нет. Это помещение муниципальное и на его ремонт, по нашим подсчетам, потребуется не менее 6 миллионов рублей. По причине отсутствия свободных средств, народному театру предоставлена альтернатива. На базе городского дворца культуры он может и репетировать, и давать спектакли. Понимая и большую историю, и личный вклад художественного руководителя театра в его творческое дело, у нас стоит задача поддержать этот самодеятельный коллектив и организовать его работу в помещениях, которые в первую очередь безопасны. Взамен труппе предложили другое место для репетиции, но оно меньше прежнего, аж 10 раз. В управлении культуры города пытаются успокоить. Закрывать народный театр никто не планировал, а вариант предложенный взамен якобы даже лучше прежнего, но сотрудники театра с этим не согласны. Там мы это не сможем ни разместить, ни нормально играть, потому что все декорации сделаны под нашу сцену. Ну и кроме этого мы здесь можем репетировать чуть ли не круглосуточно. Там у нас такой возможности нет. Вот поэтому фактически с одной стороны говорят, ну коллектив же не закрывают, мы же предоставили вам там репетиционную комнатку размером с нашу сцену. Вот, естественно, я еще раз говорю, ни декорации, ни реквизит, там ну просто физически хранить негде и репетировать полноценно, естественно, невозможно. К слову, если в своем помещении театр давал 2-3 спектакля в месяц, то на новой сцене будет примерно столько же, но за сезон, уверяет руководитель театра. Связано это с тем, что в большом зале все расписано по часам и на месяцы вперед. А еще, если в ближайшее время не найдется место, где можно хранить уже накопленные за 30 лет декорации, реквизиты и костюмы, то, скорее всего, красочные платья и бархатные кулисы придется вынести на помойку. Евгений Назарчук, Данил Дубенко, 7 канал.